Накануне в Екатеринбурге губернатор Ямал-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в межрегиональном совещании «Экологические риски для здоровья населения в субъектах Российской Федерации». Также посредством видеоконференц-связи в мероприятии участвовал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, информирует пресс-служба главы региона. В своем выступлении министр природных ресурсов и экологии отметил, что в рамках национального проекта «Экология» предстоит проделать очень большую работу. Регионы Уральского федерального округа во многом передовые, но при этом требуют особого внимания по ряду причин. Многие водные объекты Уральского федерального округа отнесены к загрязненным и экстемально загрязненным. В рамках федерального проекта «Чистая вода» запланирована модернизация систем водоснабжения с использованием новейшей технологии водоподготовки. Включая разработки оборудованного промышленного комплекса. Глава арктического региона Дмитрий Артюхов подчеркнул, что на Ямале реализуется большой комплекс экологических программ и проектов. На особом контроле находится тема обеспечения жителей региона качественной питьевой водой. Вопрос качества воды является одним из ключевых на Ямале. Часто возглавляет рейтинги в нескольких муниципальных образованиях по ключевым проблемам, которые волнуют жители. Для этого мы этим вопросом особенно в этом году решили заниматься. Утроили финансирование. 29 модульных водочистных станций сейчас у нас монтируются. Жители наших поселков, это особенно касается поселков, потому что в городах ситуация более-менее, за исключением Лабытнанги, понятна. Жители поселков почувствуют разницу. По Лабытнангам это у нас последний крупный город, который остался без хорошего водоснабжения. Мы заканчиваем проектно-нодескательские работы, определим буквально в ближайшие месяцы решения, которые необходимо делать. И со следующего года начнем реализацию крупного проекта, чтобы весь город получил новое качественное водоснабжение. Общий объем инвестиций в развитие систем водоснабжения в этом году составил 724 миллиона рублей. Это в три раза больше, чем в 2017. Параллельно на Ямале проводится ежегодный мониторинг водных объектов, осуществляется экологическая реабилитация и расчистка русел рек. За последние несколько лет проведены профильные работы на территории рек Полуй, Надым, Кутопиуган и проток Былпосл и Шомапосл.